Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и у нас сегодня две новости для обсуждения. Одна новость про то, что Xbox Live Gold могут отменить, ну а вторая новость про ситуацию, в которой игра от беседки, которая, кстати, находится под крылом Microsoft, будет временным эксклюзивом для консоли PlayStation. В общем, сегодня мы эти две новости обсудим. С вас лайк, подписка на канал и, как всегда, забирайте промокодик на Кинопоиск HD для новых пользователей, с помощью которого вы сможете посмотреть фильмы, мультики и сериалы целых 90 дней бесплатно. В этой подписке еще включена Яндекс.Музыка и скидки на популярные сервисы Яндекс. Поэтому, если у тебя нету данной подписки, то ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео. И да, мне в последнее время передали, что стало как-то душновато. Да, я с вами согласен, но я, походу, нашел причину. Вот так, мне кажется, получше. Короче, начнем с того, что недавно, а именно пару дней назад, состоялась презентация Sony, которая называется State of Play. Сначала все ожидали, что там будет нечто крутое, грандиозное, но Sony молодцы, что сразу до презентации охладили пыл фанатов и сказали, что большее количество времени будет посвящено игре от беседки под названием Deathloop. Я, кстати, хотел постремить это шоу, но потом подумал... Да, в пизду. И выбрал сон, а чего я, кстати, вообще не пожалел. И, кстати, следующее утро было единственным утром, когда я более-менее выспался. Многие начали над этим шоу посмеиваться, мол, ха-ха-ха, игра от студии, которая принадлежит Майкам, будут показывать на презе Sony. Как смешно. В итоге, после выясняется, что данная игра будет временным консольным эксклюзивом PlayStation. То есть да, игра от беседки... Чё? ...которая принадлежит Иксбоксу... Нихуя? ...будет эксклюзивом другой платформы. Чё, бля? ...и не выйдет на Иксбокс в ближайший год. Это чё за хуйня? Именно так многие, кстати, реагировали на эту ситуацию. Лично я к этой ситуации отношусь совершенно нейтрально, поскольку мне всё равно на эту эксклюзивность. Если бы игра была бы эксклюзивом, или пусть не была бы эксклюзивом, мне всё равно на этот проект, поскольку он мне пока не симпатичен вообще. Но к этой ситуации равнодушны не все, и в сети всплывают некие недопонимания со стороны этой ситуации, как это вообще произошло. Студия от Иксбокса, а на Иксбокс только через год. Если что, игра является консольным эксклюзивом. Повторяю, что она сначала выйдет только на ПК и PlayStation, и потом через год на Иксбокс. Помимо этого, в сети прошло сразу и перебывание, что, мол, сначала ребята смеялись, что будут показывать игру от Беседки якобы от Иксбокса на презентации Sony, а потом якобы людям вообще стало пофигу на эту игру. Ну, типа она говно и так далее. Если честно, фанатизм и тупые байты никогда до добра не доведут, но я бы вам просто хотел бы объяснить, почему такая ситуация сложилась вообще. Дело в том, что, несмотря на то, что сейчас Беседка полностью принадлежит Иксбоксу, ну, конкретнее Майкрософту, у Беседки уже были эксклюзивные соглашения по поводу некоторых проектов, в том числе и по проекту Deathloop. И, в принципе, уже не раз заявлялось, что те проекты, которые готовились до приобретения, полностью сохранят свои договоренности, поэтому в этой ситуации нет ничего удивительного. Да и опять же, если копаться в этой истории, то это все бизнес, поэтому не удивляйте, что что-то покупается, что-то сливается, отдается и так далее. Вообще, по секрету вам скажу, нету никакой войны между компаниями, война есть только у безмозглых фанатов, которые 24 на 7 могут засирать противоположную сторону. В этом случае у компании просто нормальная конкуренция, и все. И вообще, если смотреть по факту, Sony и Майки уважают друг друга, поддерживают и даже коллабятся в случае чего. Но самое главное, они просто зарабатывают на этом всем большие деньги. К примеру, тот же Фил вообще призывал смотреть презентацию Sony с этой игрой. И, на мой взгляд, именно так должно выглядеть общение между двумя платформами. Короче, напишите в комментариях свое мнение о данной ситуации. Вторая новость более интересная, и я вам рекомендую ее смотреть до конца, поскольку в конце вас ожидает теория, из-за которой многие из вас, скорее всего, не захотят, чтобы убирали Xbox Live Gold. Новость нам пришла, опять же, от мега-супер-инсайдера, которого зовут Джефф Граб. Да, я понимаю, что этот челик часто несет ахинею, и его репутация уже немного не соответствует супер-мега-инсайдеру, но иногда он оказывается очень близок к правде. По его словам, у Майка все же есть план по отмене Xbox Live Gold, и, возможно, это будет тогда, когда будет насчитано нужное количество подписчиков Xbox Game Pass. Вообще, об этой теме давно ходят слухи, кто-то прям уверен в том, что Gold должны отменить, но интернет-реалий немного отличается от бизнес-реалий. Да, отмена Xbox Live Gold сильно отразится на конкуренции Sony, ибо с помощью такого хода Xbox будет просто нереально выгодной консоли, что, в принципе, многие и любят. Многие могут перейти на Xbox, поскольку вы можете там купить пару игр, не платить за подписку Xbox Live Gold, вы можете не докупать подписку Xbox Game Pass Ultimate, а чисто покупать игры и играть в онлайне, и в офлайне, и так далее. Да, в этой ситуации сразу же поднимаются два вопроса, что будет с подпиской Ultimate, и что будет с играми по Gold. Насчет подписки Ultimate, я думаю, что она будет просто совмещать все сторонние подписки по типу EA Play. Опять же, иногда ходят слухи про возможность добавления подписки от юбиков на консоли Xbox, и в случае, если уберут Xbox Live Gold, я думаю, что Ultimate будет привлекать как раз-таки вот этим вот оптом. Просто оптом дешевле, и в принципе все рады. Что касаемо игр по Xbox Live Gold, я думаю, что они просто привяжутся навсегда к вашему профилю, и будут работать просто без подписки. Ибо сейчас игры и так привязываются к вашему профилю, просто во время отсутствия данной подписки, а именно Xbox Live Gold, вам к этим играм доступ просто закрывается, и все. Что касаемо реалии, то прощание с Xbox Live Gold может вылиться майком реально в большую потерянную копейку. Ведь вы просто представьте, сколько человек перестанут заносить майком доход за счет этой подписки. Да, опять же, может они за счет этого намного больше приобретут, поскольку многие перейдут на Xbox, будут покупать больше игр, подписок и так далее, но сейчас с точки зрения конкуренции, Xbox все равно находится в мегавыгодном положении. Поскольку он стоит меньше, у него прекраснейшие предложения в виде подписок, сделали бесплатный онлайн в бесплатных играх, и в ценовом вопросе подписок и тому подобных вещей Xbox реально вне конкуренции. И в этом случае, думаю, что в ближайшее время они просто ставят все как есть. Опять же, этот вопрос нереально сложный, и мы в принципе даже сейчас не сможем предположить о том, что там с деньгами. Поскольку Майки, как и любая здравомыслящая компания, которая извлекает из своего дела прибыль, опирается не так, как мы сейчас делаем по типу больше или меньше, зайдет или не зайдет, они все досконально просчитывают, взвешивают, прогнозируют и явно не делают это все на авось. Знаете, единственную странность во всей этой ситуации, лично я вижу в том, что у ПК данную подписку не требуют вовсе. То есть ты спокойно можешь пользоваться службами Xbox Live, там общаться с друзьями, покупать игры через Тор, играть в онлайн, но если ты покупаешь консоль от Xbox, будь добр, заплати. Вот лично мне кажется, это как-то странно с точки зрения равенства платформ, типа Xbox и ПК братья на века, но условия использования одного и того же немножко разные, ну как-то это не очень что ли. Вообще, напишите, хотели бы вы, чтобы отменили Xbox Live Gold в комментариях. Лично мне на эту ситуацию все равно, поскольку я предполагаю, что после исчезновения подписки Xbox Live Gold, существующие подписки вряд ли подешевеют. И напротив, мне кажется, что подписка Xbox Game Pass просто подорожает. Да, ультимейт может в принципе остаться в прежней цене, но лично я плачу за ультимейт, и вообще не особо думаю вообще про подписку Xbox Live Gold, поскольку она уже туда включена. Также у меня есть по этому поводу некая теория, которая сподвигнет, возможно, майков убрать Xbox Live Gold, но многие пользователи этому не будут рады. И сейчас я объясню почему. Вы, наверное, уже наслышаны про облачные технологии, стриминговые сервисы и тот самый xCloud. И знаете, преимущество такой стратегии майкам дает невероятное количество денег даже без подписки Xbox Live Gold. То есть ее и так не покупают, оформляют подписку Xbox Game Pass Ultimate, и при условии отличной работы xCloud подписку будут брать даже те, у кого Xbox нет, а у кого есть просто обычный смартфон. Вообще, как вы знаете, мобильный рынок, он очень богат, ибо смартфон есть у каждого. И когда чуть ли не у каждого будет оформлена подписка Ultimate, я вам хочу сказать, что майки поимеется этого намного больше, чем даже с Xbox Live Gold. И в этом случае слух, может быть, и подтверждается. И знаете, в чем еще большое преимущество убирания Xbox Live Gold именно для майков? После исчезновения Gold исчезнет и конвертация. И для многих возможность пользования данной подпиской, а именно геймпасом Ultimate, останется лишь в ее полном приобретении за фулл прайс. То есть конвертация просто исчезнет. Напомню, что за один год подпиской Ultimate официальная цена стоит в 10 тысяч рублей. И исходя из комментариев, мало кто ее покупает в таком обличье. Просто чаще всего делают буст. И без подписки Xbox Live Gold данный буст просто теряет смысл вообще. Поэтому данная ситуация не такая однозначная. И вот теперь вот, ребята, напишите, как вы относитесь к тому, чтобы отменили Xbox Live Gold. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Если видеоролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч.